Сегодня продолжу тему о том, как не платить налоги с фондового рынка, о том, как их сократить. Это продолжение предыдущего видео, которое я снял. Сейчас я просто конкретно куда нажать, что сделать и почему, потому что возникли вопросы. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, что можно сократить налоги на фондовом рынке. Это надо сделать в течение этого года. И там я дал идею в самом конце этого видео о том, что можно продать убыточные активы, тем самым снизить налогооблагаемую базу. И, соответственно, если есть прибыль за год, то тем самым мы снизим эту прибыль, зафиксировав убыточные сделки. Потому что я сказал, что вся прибыль идет по завершенным сделкам. То есть мы завершаем сделку, которая убыточная, и фиксируем убыток, а потом снова выкупаем. И там я показывал в своем портфеле самая убыточная позиция. Это Газпром. Сейчас я покажу, что я сделал сегодня для того, чтобы это актуализировать. Вот, посмотрите, у меня там было минус 4200 рублей текущее состояние этой позиции. У меня было куплено в лонге 60 акций, то есть 6 лотов Газпрома. Что я сделал сегодня с утра? Просто взял и продал их по 207 рублей 28 копеек за штуку. И тут же поставил заявку на покупку пониже. Почему-то она очень быстро исполнилась, поэтому 207.15 я купил. То есть смотрите, я продал здесь, купил здесь. То есть я на этом еще заработал. То есть комиссии у меня, в общем сказать, ну как бы я купил свои комиссии. У меня позиции как было в портфеле 60 акций Газпрома, так и осталось. Я их не собираюсь уменьшать долю в Газпроме, не собирался. И соответственно вот у меня теперь в Газпроме точно такая же доля, ровно столько же. Вот 3.27% от всего портфеля у меня в Газпроме находится. И текущее состояние у меня минус 142 рубля вместо 4200. Вот и все. Я сократил таким образом налогооблагаемую базу, но теперь у меня Газпром уже куплен по 207.15. Понимаете? То есть я ожидаю, что Газпром, ну либо в следующем году, либо через один год точно начнет расти. Но я думаю, что в следующем году он даст бешеный рост. И поэтому я его собираюсь держать. Вот те акции, которые в прибыли, я не собираюсь фиксировать. Я собираюсь их держать до, не до бесконечности, к минимуму 3 года. Потому что если я продержал их больше, чем 3 года, то налог платить не придется вообще. Вот. А давайте сейчас изменим масштаб Газпрома и посмотрим, что ожидается, что можно ожидать. Вот, посмотрите. Вот что было в 2019 году. Газпром начал проявлять в мае месяце активность. Там какое-то роут-шоу сказали, что меняют концепцию, что Газпром будет выплачивать наконец-то дивиденды. Что дивиденды, так сказать, там дивидендная политика. Там все хорошо было. И Газпром начал расти. Ну, тогда я его очень здорово докупил. Где-то вот здесь, наверное, я его докупил. И текущая была в убытке. Почему в убытке? Потому что там санкции против Северного потока, который так и не был построен в 2019 году. В 2020 году он тоже не построен. В 2021 году, скорее всего, будет построен. Скорее всего, Германия будет покупать газ от Газпрома через этот Северный поток-2. И я надеюсь, что в течение года или в конце года у Газпрома все будет хорошо. И я жду взлет. Ну, взлет я жду хороший. То есть, ну, он явно оценен ниже, чем он стоит. Ну, по каким-то оценкам он там 500 рублей должен стоить. Поэтому я его решил оставить. Вот таким образом. Сейчас я не заплачу налоги. То есть, я сократил. Ну, а потом я его буду держать до бесконечности. Вот таким образом. Я надеюсь, что это видео полезно. Оно чисто техническое. Ничего интересного. Но, с другой стороны, я думаю, что оно максимально полезно. А так как оно полезно, я вас очень прошу поставить лайк, написать комментарий и поделиться со своими знакомыми, чтобы таких видео было больше полезных. А пустых видео было меньше. Потому что пустые видео смотрят больше, а полезные видео смотрят, к сожалению, меньше. Поэтому не стесняйтесь, ставьте лайк, напишите, блин, спасибо, Юра, я вообще что-то такое вот открыл вам истину. И поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями. Если вы разошлете это видео своим знакомым, то, в общем сказать, количество просмотров будет больше. И таких видео будет больше. А на сегодня все. До встречи. С вами был Демитков Юрий. Демитков Юрий.